Всем здравствуйте! Сегодня 6 сентября 2024 год. Я хочу тут дом показать. Одесса. Ну, что вам хочу сказать за Одессу? Значит, штормовое предупреждение в Одессе продолжается. Вчера дождь был, но он был не по всей Одессе. Не по всей Одессе, как оказалось, а только в одном районе. И очень сильной, мощной стеной. Ну, быстро, минут 20, да, Игорь? Полчаса даже, да. Полчаса, да. Но стена была как грязная. Да. А потом, когда я позвонила своей сестре, я говорю, ну как, дождь ваш не затопил. Она была удивлена. Нет, говорит, у нас не было дождя. Она живет на черемушках. И у них только гремело. А у нас был и дождик, гремело, и молния. В общем, вот так вот. Позвонила маме, мама сказала, целый день дождь идет. Да. Что еще? Что я вам хочу сказать. Значит, в Одессе на спуске Маринеска в сентябре будут ремонтировать этот спуск. Я рассказывала, что там же делали ремонтные работы. И там трамвайная... Прошло пару-пару лет, и эта трамвайная линия просела. И у нас такой маршрут. Есть седьмой трамвай. Север-юг он называется. Он идет с поселка Котовского через город на Таировом. Даже дальше, в Черноморье. Теперь, в сентябре, он так ходить не будет. Еще пока не перекрыли, но уже предупреждают. Он будет ходить с поселка Котовского до Пересипского моста. А с Таирова он будет идти до Старосенной площади. Ой, что ты знаешь. Сегодня с утра, где-то возле девяти утра, в Киевском районе, на улице, была стрельба. Шел мужчина и стрелял в прохожего. И попал, представляешь? Да. Сейчас разыскивают этого стрелка. Не знаю, разыскивают. Откуда я знаю? Это что, Игорь, ничего не говорится. Я рассказываю, что я знаю. Полиция разыскивает. Я в первый день слышал, что в Аркадии тоже таксист. А, в Аркадии тоже было, да. Был недовольный пассажир, вынул пистолет. Но он вышел из такси, вынул и стал стрелять в таксиста. Но он не попал. И таксист позвонил в полицию. И его взяли, того стрелка. Оно там был травматический. Травматический. Да. Но все равно, сам факт. Да. 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 А еще, знаешь, что? У нас же базар привоз. Все знают. И с трех сторон есть вывески. Привоз. А потом с другой стороны привоз. А на одной стороне написано рынок привоз. И вот активисты... Это там, где... 15, 8 и 5 трамвай... 28 и 5 трамвай ходят. Пантельмоновская. Пантельмоновская, да. С этой стороны написано рынок привоз. И вот активисты это увидели, стали возмущаться, почему рынок написан на русском языке. И в тот же день вывеску рынок сняли. Осталось только привоз. Вот видите? Это все последствия. Упало дерево, да. Вот видите? Серьезно. Ну, кладем. Вам надо тикток, если бы за голову подаем на тикток. Да, хорошо. Ну, если бы мы знали, мы бы шли по другой стороне. Мы же потом увидели. Тем более, там не стоят никакие ограничителя. Да. Это вот последствия прошлой стихии. Ну, и прошлой. Пятого числа. С четвертого на пятое и пятого. Вот это вот до сих пор убирается. Ну, в Аркадии это вообще, да? Выйти с такси и стрелять в шофера. Ну, что-то я был недоволен чем-то. Я знаю, сейчас же столько таких случаев. Очень много. Там рассказывают, что кто-то, кого-то поймали на продаже оружия. А кого-то нашли опять цех вот этих курительных смесей. Это же уже не первый раз. Постоянно что-то такое происходит. Да, а со светом, что вы знаете, вчера у нас свет отключали только днём. Один раз. Не днём, даже утром, да? Один раз на 4 часа, да. А потом должны были отключить. Были в 3, но не отключили. Весь день и всю ночь был свет. А сегодня вот я прочла, что с 10 утра до 16 дня или вечера, кто как считает, выключать свет не будут. А что будет дальше неизвестно. Ну, в общем, не обманули, да? Как обещали, что будет, да, так оно и получилось. Да. Да. Ну, уже хорошо. А то, честно говоря, уже устал. Яна была. Ну, пусть это будет наше самое большое горе, знаешь. Да. Да, а ещё я прочла, что в общежитии Юридической Академии открыли источник артизианской воды, бесплатной, прямо в помещении общежития. Там поставили мощное, нет, очистительное устройство. Да. И все, кто хочет, кто там живёт, кто учится, могут пользоваться этой водой. Оказывается, их ещё открыли ещё 30 августа. Шесть дней назад. Да. Да. Вот такое. Ну, это здорово. Здорово, да. Чистая, хорошая вода, очищенная, с фильтрами современными. Видела фотографию, там огромные такие какие-то фильтры. Да. Сейчас мы выходили, на улице было плюс 22 градуса. Комфортно, не то слово. Хорошо, хорошо, да, приятно идти. Иногда выходит солнышко. Вода, говорят, на море стала прохладнее. Сейчас 19.21. А было 20.24, говорят. Идём быстрее. Не надо быстрее. Чего? Нормально. Иди. Ну, так опять будет красный. Нет, не медик. 15 секунд. За 15 секунд мы добежим до канадской границы. Ну, не 5 секунд, а минут. Ничего. До канадской границы. Да. Сегодня, кстати, тоже сказали, что штормовое предупреждение. Всё продолжается, всё может быть опять. Может быть, уже в другом районе будет. Да. Что-то сентябрь какой-то. Хотя говорят, что будет ещё тепло. Нет, тепло будет, это я знаю. По-любому будет. Объявление будет. И до бабьего лета, и после бабьего лета. Обычно сентябрь, октябрь – это очень хорошие месяца в Одессе. Мы всегда ходили на море, купались, встречались с друзьями на море. Сейчас это немножко уже традиция изменилась. Из-за войны. Из-за войны, из-за болезней, из-за возраста, из-за всего. Из-за разных ситуаций. Некоторые знакомые уже постарели так, что они ходят на море. Уже тяжело ходить, да. Ну, немножко парит, да, или мне кажется? Немножко парит, да. Да, немножко, да. Но всё равно это. И из-за того, как можно жить. Да. Всё, будем заканчивать? Не умею. А куда ты хочешь пройти? Направо пройтись ещё квартальчик. Направо? Да. Хорошо. Идём направо. Покажу маленький, я уже показывала, такой скульптуру небольшую, посвящённую Семёну Крупнику. Он здесь жил, в этом доме. Сейчас покажу. Очень красиво это собрали его друзья, знакомые. Все, кто с ним работал. Вот, показали. Семён Крупник. Артист Одесского народа. Вот так его и называют. Артист Одесского народа, да? Да. А, вчера один мужчина написал, мы показывали трамвай, и один мужчина написал, никто не ездит на этих трамваях. Вы ошибаетесь. Ездят на этих трамваях очень много людей. А здесь вывозка Константин, Константинович Пирогов жил. А, Пигров. Господи. Советский хор мистиан. Профессор. Пигров, да, извините. Все ездят на трамваях, особенно пожилые люди. Да. Пожилые, школьники, студенты. И, поверьте, мы сейчас вот ехали, полный трамвай, хотя ходит очень хорошо. И мы удивились, был полный, просто забитый трамвай, негде было сесть. И люди сидели и стояли. И стоять негде было, да. Кстати, мы встречаем очень много беременных женщин. Именно в трамвае, на улице. Да. Жизнь идет. Да, жизнь идет, конечно. Да, здесь вот такой кошачий уголок был. Здесь всегда было много кошечек. А сейчас они исчезли куда-то, я не знаю. Домик остался. И там женщина в окне все время их пармила. Помнишь, да? Да. Пойдем прямо или направо именно? Именно прям круто направо, да? Ага. Я знаю. Да. Я поняла, что ты хочешь. Вот. Или в целом 40 лет. Больше 40. Я все поняла. Сползи. Не надо. Не надо понимать. Да. Я тебя слышу даже, когда ты молчишь. И знаю все твои мысли. Так что не расслабляйся. Да, я знала. Да. Страшно просыпаться. Почему это все страшно просыпаться? Проснуешься, ты мне расскажешь, что ты слышала. А я же не рассказываю тебе. Я все держу в себе. Когда надо будет, я тебе расскажу. Как тебе это липа выше дома? Да, большая липа. Ага. Весь дом закрывает. Ага. Да. Все хорошо. Будьте нам здоровы. Берегите себя. Берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. Здесь красивейший дом. Просто красивейший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...